На улице можно немного расслабиться и снять защитные костюмы. Тем более, есть повод. В ближайшее воскресенье в России отмечают День медицинского работника. В пятницу, накануне праздника, врачи, медсестер и персонал районной больницы поздравляли на улице, на больничной парковке, чтобы соблюсти правила противоковидной безопасности. Мне всегда было это интересно. Моя цель всегда в жизни была помогать людям. Ну и я ее посвятил тому, чтобы это воплотить в реальность. Михаил Трошин на коронавирусной передовой не был. Помогал в тылу, выявляя заболевших в поликлинике. А вот Дмитрий Куртасов работал в красной зоне. И заведующего рентгенно-хирургическим отделением сосудистого центра ему пришлось на время стать инфекционистом. Тяжело было. Да и сейчас на самом деле тяжело, непривычно. Мы вышли из так называемой зоны комфорта. Раньше люди, каждой специальности, каждый доктор занимался своим делом. А то, что он учился, то, что ему нравилось, то, к чему он стремился, то, к чему он шел. Ввиду сложившейся пандемии, всем быстро пришлось переучиться, перепрофилироваться и заниматься. Немножечко не тем, на что они учились. И тоже определенные трудности с этим были. Но и, естественно, это средство индивидуальной защиты, которое постоянно носить. Много слов благодарности звучало в адрес врачей. Их услышали и те, кто сейчас на смене помогает больным COVID-19. В полном обмундировании. Защитные костюмы, очки, маски. Тяжело как-то. Очень тяжело. Олег! Но мы не сдаем. За нелегкий труд врачей наградили благодарственными письмами, почетными грамотами и знаками отличия глава округа Михаил Токарев, депутатом Особолдумы Сергей Двойных и Александр Легков, депутаты окружного совета. Спасибо! 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 Анна Спиридонова, Никита Корсаков. Программа События.